Согласно предварительному плану Еврокомиссии, прибыль от инвестирования замороженных российских активов будет перечисляться в специальный фонд и хранится там, пока страны ЕС единогласно не согласятся направить их на поддержку Украине. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Брюсселе. Такой механизм будет соответствовать договорным обязательствам, а также международному европейскому праву, говорится в проекте соглашения. Мы приветствуем тот факт, что государства-члены ЕС смогли достичь принципиального соглашения по этому предложению. Это важный шаг вперед, а конечная цель – иметь возможность передать доходы от замороженных российских активов Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и вице-президенты Еврокомиссии готовы подготовить следующий шаг в этом вопросе как можно скорее. ЕС заморозил более 200 миллиардов евро активов Российского Центрального Банка. Причем 191 миллиард евро хранится в Международной депозитной организации, расположенной в Бельгии. Некоторые европейские страны, в частности Бельгия, предложили ввести налог на замороженные средства. В итоге они должны приносить Киеву около 3 миллиардов евро в год. По словам министра финансов Бельгии, Европейский Союз сможет заключить соглашение о применении налога на прибыль. Мы уже взимаем налог на прибыль с компаний в Бельгии. Другой вопрос – это, конечно, вопрос конфискации этих замороженных активов. На глобальном уровне, на уровне G7 обсуждается, что можно, а что нельзя. И для нас важно, чтобы это было юридически обосновано. Мы принимаем во внимание риски и влияние на финансовую стабильность. Бельгия первая в мире начала использовать замороженные активы РФ в пользу Украины. Брюссель создал отдельный фонд, куда передает налоги на прибыль с российских активов на территории страны. За период с 2022 по 2024 годы эта сумма составила 1,7 миллиардов евро. В то же время страны G7 пока согласовывают правовую базу для конфискации замороженных активов в пользу Украины. В частности, как пишет Ройтерс, 30 января министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон обсудил этот вопрос заместителем министра финансов США Уоли Адейема. Сейчас, безусловно, уникальные времена, но крайне важно, чтобы любые действия были хорошо скоординированы на международном уровне. И еще предстоит проработать важные юридические детали. Доминик Джонсон, министр инвестиций Великобритании. В комментарии Рейтерс. 23 января Комитет Сената США одобрил закон, который поможет создать условия для полной конфискации Соединенными Штатами российских активов и передачи их Украине. В случае принятия законопроекта Конгрессом и подписания его президентом Джо Байденом, он откроет путь к первой в истории конфискации активов Центробанка государства, с которым США не находятся в состоянии войны. Предложения Вашингтона уже поддержали страны Большой Семерки – Великобритания, Япония и Канада.